Тут один очень хороший старый знакомый, мой, ну и ваш, которого кое-что не устраивает в нашей стране, ну и в нашем городе в частности, решил пойти по стопам многих, то есть решил стать депутатом местного совета. И вот несколько тезисов, которые он представляет вашему вниманию. Почему мы идем на выборы? Очень просто. Меня реально достала та ситуация, в которой мы с тобой живем. Ты живешь, я живу. Потому что мы прекрасно видим, что творится в городе Магнитогорске. Я не против того, что у нас есть определенные деньги для нашей работы. То есть мы перекрываем дороги, это нормальное явление, да. Платон наконец-таки начал работать. Я не противник того, что... А вот в этом деле-то я и противник. Понимаете, в чем дело? То есть у нас есть налог, который все платят. И я, и ты, Максим, все мы платим этот замечательный налог. Просто куда этот налог расходуется? Вот это дивный вопрос. Я сейчас немножко объясню, а вы, может быть, и сами подумайте. То бишь, что в городе Магнитогорске сейчас творится? Пункт номер один. Наши налоги угваздываются, так я понимаю, что ли. То есть мы платим налог. И зимой выходит 30 машин каждый божий день. За что это нужно? К чему это нужно? То есть 30 машин, дизелей. Знаете, сколько они жрут? Да кошмар просто. И эти 30 машин, про суть, ничего не делают. То есть по весне дороги в таком же угвазданном состоянии, уж поверьте мне. То есть я думал, что может что-то по-другому сделать. Нет. Второй год, те же самые дела. Зачем? И вместо того, что именно тогда, когда у нас пошел снег, надо выгонять всю технику, у нас техника стоит. Это очень плохо, естественно. То есть представляете, какое количество бабок мы тратим каждый божий день. Я категорический противник этого. Лето, те же самые дела. Я не против того, что переоборудуются. Но зачем менять бордюры, это для меня тоже вопрос возникает. То есть это одна из частей, которые нам необходимо было бы забрать и сделать немножко по-другому. То есть я пенсионер, да, такая штука со мной случилась. И пенсия у нас мизерная. И она будет мизерная пенсия. Не надо говорить, что у нас пенсия будет круче. Поверьте мне, я в интернете лажу и объясняю ситуацию, что в Китае пенсия выше в два раза, чем у нас. Если не в три. Такая же пенсия, как у нас примерно. В Индии. Только, ребятки, вы не надо забывать о следующих событиях. Индия, это немножко другая страна. Китай, это тоже другая страна. Они не тратят на еду столько. У них еда в три раза дешевле. У них шмотки в три раза дешевле. И не надо понимать о смысле ихнего бытия, где они живут. Они живут там, где тепло. Там, где тепло, там, где не надо топить. Потому что нормальные люди, если мы будем брать 9 миллиардов населения Земли, они живут где? Тропики, субтропики, экватор. А мы где живем? Мало того, как мы живем. Тут еще возникает дивный вопрос. То есть, за что мы проголосовали? И что мы типа приняли? Я никогда не голосовал за пенсию, понимаете? А мы живем практически где Северный Полярный Круг. Количество людей, проживающих на этих территориях, оно мизерно, если все это дело поделить. Ну, грубо говоря, Россия, 130 миллионов человек. Чуть-чуть на юга отправим. Шут с ним. И совсем немного всех остальных вещей. То бишь, почему мы, а я прекрасно знаю своих однокашников, с которыми мы учились в школе и в институте, которые уже на том свете. 46 лет. Это нормальное явление, нет? То есть, они даже до пенсии не дожили. То есть, вы не должны понимать, о чем мы будем сейчас говорить. Мы не проживаем столько, много. У нас 50 лет. И, скажем честно, процентов, наверное, 40 мужиков уже на том свете. 60, 70, до 80. Вообще никто не доживает. Мы очень редкие товарищи. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, зачем мы подписались под условия кабалы? Я не противник того, где мы живем. Я люблю наш город. Я люблю наш комбинат. Я вижу наш город совершенно небольшой. Мне он нравится. Я на велосипеде сейчас съезжу, господа мои. Это мне нравится. Это мне нравится. Но где мы живем? И что у нас? То есть, опять же, возвращаясь на круги. Своя. То же самое интернет. 86-й год. 23 предприятия миллиардера. Сейчас одно предприятие. То есть, мы живем, ориентируясь на комбинат. Извините, но я так же проехал по всему стране своей. Я видел другие комбинаты. Нижний Тагил, Череповец, Северсталь. Видел я. Но такого говна, как у нас, нет. Извините, подвиньтесь, но Магнитогорск вытянул все подряд. Поэтому, если мы живем на комбинате, почему мы не имеем права, так же, как и работники комбината, пораньше выйти на пенсию? Я что-то не доезжаю, о чем идет речь. Да, конечно, пенсии у нас мизерные. Тут даже вопросов нет. Но, тем не менее, с такими же мизерными пенсиями очень неплохо живут люди в Москве. То есть, им так же приплачивают. Ровно столько же. И вы, типа, говорите, что там денег очень много. Да я не против этой ситуации. Ситуация немножко другая. Там люди деньги платят за счет бюджета. У нас этот бюджет так же есть. Только он куда расходуется? Объясните мне. Куда расходуется этот дивный бюджет? У меня вопрос возникает. Вместо того, чтобы его расходовать грамотно, то есть, я уже объяснил часть работы, да? Зачем нам нужны зимние вот эти машины, которые возят? Зачем нам нужны летомашины, которые... Я... Была в свое время такая ситуация, когда мы снимали, еще Никушин был. Они купили два очень хороших агрегата, которые сосали реально все. Они вроде как бы до сих пор работают. Ну, 27 лет уже скоро им будет. 27 лет. Они все... Зачем вот это то, что привязывается к... 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 Беларуси? Они даже ничего не убирают. Я посмотрел внимательно. Я внимательно посмотрел. Шу-шу-шу. И что такое? Это вот это нужно кому-то, нет? Я не понимаю. Это никому не нужно. Это одна из частей. То бишь, давайте все-таки определимся. Если вам нужна эта ситуация, то она должна быть только тогда, когда она реально нужна. То есть, допустим, дождь пошел, серьезный, грамотный, который вымывает все это дело. Тогда да, тогда выходим. Если обыкновенный дождь, не надо их гонять машиной. Не надо, зачем? Снег пошел? Да, и снег. Это часть работы. Другая часть работы... Сейчас объясним. Другая наша часть работы... Это бюрократия. Вау! Какая крутизната! А мы неоднократно с КПРФ делали сюжет. Представляете? Приезжает куча говнократов. Ну, или дебилократов. Я это делаю специально для Ютьюба, естественно, чтобы вы поняли, о чем идет речь. И эта куча говнократов забирает деньги у наших детей. Представляете? Она им говорит, вы сюда не хотите, вы перейдите в другое место. То есть, приходит кучка, их, наверное, человек пять, у которых средняя заработная плата на 40 тысяч рублей. Кому они нужны? Нафиг! 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 Пожалуйста! Где они будут работать? Сейчас объясню. Везде по телевидению говорят ха-ха-ру! Устроитесь на работу! Ну, давайте устраивайтесь на работу! Пожалуйста! Не проблема! Везде же пишут! Да-да-да! У нас работа просто вот так вот! Вперед из песни! Туда! А-а-а! Другая тема! Я же пенсионер! Уже неоднократно говорил! Сабесы! Такая штука была! Бабушка у меня! Она тоже была пенсионеркой! Это помню! Она звонила в Сабесы! Там что-то и обещались! Я захожу в эти Сабесы и понимаю, что меня тут насиловать будут! Понимаете? Я не против, когда женщины меня насилуют! Это идеальный вариант! Но когда вот эти Сабесы меня насилуют! Это плохо! Это реально плохо! Я должен в этих Сабесах отстаивать то, что мне нужно! Может быть, это кому-то нужно или нет? Или проще все это дело сократить! Мы будем сокращать! И это будет очень даже хорошо! Потому что, если мы сократим бюрократию, которую нам надо сокращать, естественно, то есть, посчитаем, да? каждый бюрократ получает сумму 40 и выше! Этих бюрократов, этих, как бы сказать, говна оконченного, да? У нас в городе примерно там 2000 человек! Да! 2000 человек! Не буду сейчас калькулятор внедрять, но 2000 человек умножаем на 40000! А вы представляете, да, какая сумма? Это так минимальная сумма, да, брать! И эту сумму разделить на наших пенсионеров! То есть, представляете, да? Здоровье тоже убрали, пенсионерам отдали! Бюрократию нахрен! Есть еще одна тема интересная, в России особенно, очень клевая штука! Мы говорим о, мы говорим о коррупции! Я еще раз говорю, я не против нормальной коррупции! Что такое нормальная коррупция? Хорошая нормальная коррупция, когда вы были в больнице, вы увидели, как к вам хорошо относятся! И вы, естественно, дали подарки тому, кто для вас выложил свою душу! Дайте людям это делать! Почему у нас коррупция? Сейчас я расскажу маленькую ситуацию, то есть, город Магнитогорск, маленький, небольшой город, но в этом дивном городе это просто закоррумпированное государство! Это город коррумпированный! Где мы находимся? Кафе Давид! Место хорошее, красивое, ровное, кафе! И ему отдали, и он красиво здесь все сделал! Клевая ситуация! Да, красивая, замечательная ситуация! Но у нас в городе очень много таких мест! И вы сами должны понимать, что было время хорошее, 2007 год, когда бизнесменов в городе было хорошо и ровно! А сейчас бизнесменов, я сейчас просто объясню, их 40 человек, всего лишь по городу! так дайте людям бизнес развиваться, дайте вот это все дело им! Они вам все это дело устроят, это будет красиво! Я это своими глазами видел, я это видел своими глазами в Самаре! Изумительный парк, центр города, отдали бизнесменам! Идеальный, качественный порядок! Круто! Изумительно! Что это не делает в Самаре? не Тогорска! Нет, мы лучше наши с вами деньги, которые ты, Максим, платил, я платил, много людей платят! Работники комбината эти деньги платят! Ага, вы решили перекроить! Хлево, да? Вот парк, где там монумент, пил фронт, вы убрали легкие города! Зачем вы это сделали? Отдайте все людям! И это будет хороший парк, где люди сами все это сделают! Обратите внимание, как здесь все сделано! человек потратил лично свои лично свои деньги и сделал это дело! Это можно сделать! Другой вариант, тоже прикольная штука, да? Есть одно место, да, вы все увидели! А от шишка до северного перехода дорога туда! И вот это пространство, которое также отдайте бизнесменам! То есть не за большие деньги просто! и они тоже все это делали! Центр города! Вы что там собираешься сделать? Там вы ничего не пристроите, провода высокие, высоковато! но для бизнеса это нормально! То есть строим цокольный этаж и отдельно сверху этаж! Вот тебе пожалуйста все что нужно! Зачем вы людей заставляете покупать квартиры? Я не против покупки квартир! То есть я уже объяснил да это есть коррупция! Что дальнейшая система! есть мы всегда говорили что город Магнитогород город какой-то серый! Серый, некрасивый и противный! но сегодня сейчас буквально до последнего постановляющего человека город был красивый! Везде и всюду было замечательно! Что сейчас? Кто-то решил закоррумпировать эту штуку и всех заставили убирать все! Да вы ублюдки! Я по-другому уже не могу сказать! Город был красивый! Вы что сделали? Зачем вы это делаете? Я не понимаю! Раньше хоть можно было проехать по городу посмотреть! Было симпотно! Сегодня ну просто бред! Но ребят так не делается! Эту коррупцию мы тоже уберем! То есть представляете какое количество коррупции бюрократии развала денег и недостатка бизнесменов в городе вы имеете сейчас! Этого не должно быть в природе! Люди должны приходить люди должны работать! Это город красивый! Город хороший! Город изумительный! Другая тема весьма интересная! это уже отдельно чем мы будем заниматься! Есть такой человек Собянин знаете такого человека? Наверняка Максим ты знаешь этого человека он сейчас мэр Москвы хороший грамотный мэр Москвы вот но до того как он был мэром Москвы руководился немножко другим городом Тюмень вы не я был поверьте мне я туда ездил подсканирование но у нас все сложности про медицину я чуть позже расскажу я когда туда приехал я понял город вылезан идеальной дороги шикарно нет ни одного трамвая да да я не противник трамвайных дел я даже больше сторонних просто их убрать нафиг заасфальтировать нормальные дороги вы говорите что в трамваях люди получают деньги так мы это так же можем сделать и пускай пенсионеры есть определенная сумма которая нам выделяется пускай так оно и будет пожалуйста ездите либо на маршрутках еще проще целиком убрать поставить электробусы один один трамвай строит как пять электробусов ребята у вас что там с головой все в порядке обратите внимание просто ради прикола ну выйдите летом или зимой или в любое время посмотрите кто в трамваях да никто трамваях это кондуктор ну максимум два-три человека это нормальное явление или нет или нормальные автобусы которые могут ездить могут ездить и это будет красиво да 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 вот четыре вещи которые необходимо переделать есть еще много вещей что касаемо дальнейших мне то же самое беспокоит наши квартплаты как она меня реально достала за что я плачу деньги я плачу не за что потому что я обратил внимание что люди которые занимаются водоканалом мне сейчас начнут рассказывать что с водоканалом какие-то у нас проблемы возникают да нет проблем с водоканалом у нас не существует никаких мало того если у нас все это дело растает у нас тут воды будет вот столько уж поверьте мне вы видели сколько воды течет так оно и будет и вы не говорите мне что эту воду которую вы пьете не пил динозавр да бред это все так же он пил эту воду это круговорот воды в природе да есть люди которые летают в космос какую там они воду пьют они мочатся да потом все это дело испаряется получается хорошая грамотная вода то есть не надо нам по ушам втирать потому что мне вы не будете втирать я получила грамотное образование в Магнитогорском горном институте мне это все дело объясняли ну не надо мне по ушам проезжать ой что же вы делаете что же вы делаете господа мои кому это все нужно не надо рассказывать сказки и когда человек нам выдает воду оказывается что он может ездить на новом Мерседесе это вот откуда все взялось откуда все это взялось да к слову Максим ты свой дом да ты продал свою квартиру купил дом еще внедрился туда бабками да это нормальное явление а как люди причем дом-то не крутой взял да нормальный хороший грамотный дом вот но для того чтобы построить дом нужны бабки а их нет а у нас город то есть давайте все-таки еще раз обратимся к ютюбу там или мэпс гугл просто ради прикола замечательная страна Китай такая неплохая мягко так скажем да наши пенсии там все нормально ровно посмотрите внимательно любой город китайский домов рядышком нет нет там домов очень хорошие грамотные новостройки потому что там запрещено так воровать как воруют у нас это просто кошмар это реальный кошмар вы даже не представляете что это делается возвращаясь к нашей сущности то есть я верю в бога если бы не было бога моего я бы не жил однозначно с моим заболеванием живут год и три месяца только вера в бога дает мне эту возможность уж поверьте мне если я бы не верил в бога я бы не прожил столько я верю мне каждый день молюсь я даже знаю как мы сюда пришли мы пришли сюда голышом поверьте мне вы оттуда такими же голенькими уйдете ну максимум что это будет на вас это 150 тысяч это если какой-то навороченный гроб и хороший костюм это максимум что вы унесете вы не понимаете что воровать не надо завредите это дело в себе господи боже мой что же вы делаете об этом не я буду судить об этом будет судить он сам просто жизни вашей после вашего воровства не будет это бред это не надо делать в природе своей ну и раз мы уже пришли к моему заболеванию я вам расскажу каким макаром можно здесь работать дальше да у нас все очень в сложности да мы теряем хотя зачем мы теряем если убрать бюрократов дети у нас будут умнее чем те же дети другой страны потому что именно в дополнительном образовании мы покажем человеку что он должен понимать в нашей с вами сущности я не буду говорить что и где мы живем да пусть у нас будет да никогда в жизни мы никого не выбирали Россия это не страна демократии она никогда такой не была и не надо говорить мне когда говорят что в Америке демократия я говорю с какого нахрен перепоя там выборщики выбирают президента и все ну не сказки мне не рассказывайте да что такое вообще демократия откуда она нарисовалась когда в Америке в конце концов прекратили бить и унижать замечательных моих людей другой другого цвета кожи я очень хорошо отношусь и к неграм я очень хорошо отношусь я полигамный человек мне люди все нравятся понимаете я люблю их это просто люди это дети господа бога нашего и какая разница черный цвет белый цвет желтый цвет ну красный цвет еще не видел красного ну с другой стороны мы все иногда бываем красными да 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 и такое тоже было но люди же красивые людей всех надо любить а вы их не любите это мне очень сильно не нравится так вот чтобы у нас было все красиво и ровно у нас возникает вопрос медицины вопрос медицины решается еще более просто и ровно и красиво и изумительно даже то бишь рак мозга вот у меня нарисовался да извините мне здесь сделали операцию я очень доволен качественным обслуживанием Леонид Давыдович Садк очень хороший человек он это сделал красиво я был недоволен уродами говнюками которые на него работали представляете чмо эти вот сестры они хотели чтобы я сдох они так и хотели я потом дело узнал так что если Леонид Давыдович вы поймите да и дайте просраться этим дебиложопком вот такая ситуация возникает вы сделали все красиво но дальше простите дальше я начал ездить я неоднократно звонил и самому лучшему сатирику Михаилу Задорнову когда у него такая штука нарисовалась глиобластома я неоднократно звонил Жанне Фриске я неоднократно звонил Алексею Хоростовскому но никто меня не слушал я единственное что в оконцовке уже через первую жену нашел Михаила Задорнова она сказала все уже приехали то есть надо упасть я научился лечить даже мы говорим про тот самый темодал который мне год пробивали так вот тот самый темодал который мне год пробивали сейчас расскажу сколько он стоит он стоит ровно в 100 раз дороже чем он в 30 раз дороже чем он реально стоит мало того как мы дженериками пользуемся там вообще-то виллы с вензелями то есть я этим модалом использовался в Турции взял его после этого я поехал в Китай укусы пчел поставил то есть я в России ничего не был понимаете в России когда я захожу в онкологический центр все так думают что ты пришел-то сюда потому что я ездил везде и всюду я точно знаю кому нам надо и кого нам надо поставить в онкологический центр первоначально нам необходимо поставить туда главного грамотного специалиста который смогу перевести английский язык потому что везде и всюду все говорят на английском языке уж поверьте мне другой вариант если мы уже говорим о топе то естественно это Куба приезжаем туда договариваемся естественно берем очень крутого специалиста отдаем ему квартиру и пишем что в течение 10 лет ты будешь работать здесь на Кубе лечит все поверьте мне все-все-все и СПИД там тоже лечит там вообще очень крутая медицина отвинтетская медицина я еще раз вам говорю не надо думать о вашей сраной дерьмократии лучшая медицина там где в конституции прописано здоровье нации понимаете о чем я говорю а это и есть коммунизм вы забыли да это очень плохо все реально плохо мы жили так мы жили красиво я был на Кубе я ел замечательные сосиски куриные но вкусные я ел замечательную папайю которая здесь растет я ел все что должно быть я ел даже то мясо которое они готовят это не то мясо которое мы едим это бредятина да немного но все красиво и ровно я считаю что это мне очень нравится то же самое можно было вернуться и сюда мы живем мы работаем для вас мы должны жить вместе с вами это наша жизнь естественно берем кубинцы надоем квартиру хорошо естественно берем качественного китайца потому что в Китае так же лечит все Китай по уровню медицины по уровню онкологии на втором месте находится да китайцы так же могут сюда переехать не проблема ну естественно в районе третьего или четвертого места это извините Турция там так же все дело лечит турки так же сюда переедут никаких проблем и вы даже представляете мы берем трех человек еще одного который переводчик и у нас онкология в городе Магнитогорске станет ну совершенно другом уровне на совершенно другом да конечно это денег стоит то есть у меня в голове примерно 130 тысяч долларов но можно было за миллион все это дело походить то есть миллиона рублей вам хватит чтобы вы жили на кубе все было нормально и ровно мало того есть те самые примочки то есть что необходимо делать естественно вам необходимо происходить под сканированием мозга МРТ это необходимо делать и в результате если мы будем нормально работать мы сделаем следующий вопрос мы сделаем онкологические маркеры на том уровне что вы можете их реально лечить потому что гораздо проще лечить онкологические маркеры на первом этапе когда на четвертый как у меня четыре то есть первый этап лечится никаких проблем спокойненько и ровно и это дешевле вопросов нет вот и все то бишь я вам продемонстрировал те вещи которые я хотел бы сделать если вы будете за меня голосовать но у меня есть дивный принцип так же как и Максим так же как я я ничего в этой жизни не своровал понимаете я не хочу чтобы вас так же обворовывали я не сторонник этого я сторонник грамотного отношения к нашей жизни если вы сможете пригласите на голосование даже если вы не сможете вы должны понять что партия КПРФ это партия с мозгами с мозгами а не с бредовыми идеями как спереть ваши бабки так что ребята если есть возможность приходите есть такое понятие правда но она в России не нужна не воровством единым живет человек а духом в котором правда цель жизни не воровство это по-русски это по-русски ну это что это что но